Приветствую всех у себя на игровом канале. Сегодня у меня новое видео и связано оно с заработком в интернете, а точнее в покере на микролимитах в 2019 году. Сейчас многие, в том числе и меня, интересуют возможности игры в плюс на микролимитах, учитывая текущее положение вещей в покере и высокий рейк. Немного о себе, покером я заинтересовался около 10 лет назад и все эти годы имел неплохой в среднем от 1000 долларов в месяц доход. Скажу честно, с каждым годом выгодных акций становится меньше, рейк выше, а новичков обыгрывают довольно быстро и зачастую наблюдаешь состав стола из одних регуляров. Общий уровень поля значительно подрос, итак начнем. Мною было сыграно в общем 43 508 рук, при этом выиграно 177 долларов, в среднем это 19 больших блэндов на 100 рук. Столь высокий винрейт был получен благодаря малому количеству играемых столов и постоянному селекту. Старался играть я со слабыми игроками, с постоянными регулярными игроками я не зарубался. Если стол портился и были одни регуляры, которых я отмечал, я уходил из-за стола, менял стол или просто пытался создать новый. Начал я с депозитов 11 долларов и поэтому львиная доля общего количества рук было сыграно на НЛ-2, а точнее 40 574 руки, 150 долларов в плюс и 2899 рук на НЛ-5, при этом 22 долларов в плюсе. По правде говоря количество регуляров на НЛ-5 в разы больше, а количество играемых столов меньше и это сразу же становится заметно в любое время суток. Мною был выбран пати покер, к аргументам за я отношу большое количество слабых игроков на микролимитах, благодаря сильному маркетингу пати, долгую работу на рынке, трейкбеку и хороших плюшек в виде покерных заданий, а точнее миссий. Плюсом также можно отнести быстрый вывод на ваши кошельки, в среднем это занимает около 6-8 часов. Первый вывод конечно может занять более длительный срок, и это при условии, что вы заранее отправите свои документы на подтверждение вашей личности. Давайте посмотрим на общую прибыль за весь период, я объясню что и откуда она взялась подробнее. Вновь был сделан депозит в 11 долларов, в кассе 72, вывел 55 плюс 59 плюс 69 и того 183 доллара. 183 плюс 72 минус 11. Получаем суммарный доход в виде 244 долларов. 244 минус 178. Получаем 66. 66 состоят из 10 рейкбека, 50 это 2 миссии под названием финальные руки и покерные пары. И 6 долларов это прочий доход от СНГ и микротурниров. В среднем из-за малого количества играмых столов, я проводил около 360 минут за игрой. Минимум от 3 часов до 11. Примерно при этом удавалось сыграть 2300 рук за день. Я провожу трансляции своей игры на твиче и там вы можете понаблюдать за моей игрой и задать интересующие вас вопросы. Также можете оставлять комментарии под этим видео, я постараюсь на них ответить. Если это видео наберет 100 лайков и я пойму, что эта тема интересна для вас, и в следующем видео я уже более детально расскажу о своей игре и запишу разбор сыгранных рук.